Приветствую вас, Екатерина. Да, мой коллега справа, говоря о том, что есть какая-то привязка у вас к молодому человеку. Действительно, скорее всего, есть некий такой элемент зависимости, есть некий такой элемент любовной зависимости, возможно, есть некий элемент такой, ну, привязки. Вот. Как, значит, человеку у вас есть некая потребность в нём. Вот. Мне кажется, что можно было бы разобрать то, что вы чувствуете к нему, мне кажется, что можно было бы поисследовать то, что вы ощущаете к нему. Вот. И, соответственно, вам было бы самой в таком случае понятно, что вы чувствуете и почему. Вот. Пока что на данный момент можно просто высказывать некоторые предположения относительно того, что вы чувствуете к человеку. Вот. Ну, самые разные могут быть варианты. Например, то, что в прошлом ваши отношения закончились на пике, на пике ваших потребностей. Ну, вот. И сейчас вы с одной стороны привыкли жить без человека, с другой стороны вы наоборот по-прежнему в нём нуждаетесь. И эта нуждаемость она проявляет таким образом себя. Вот. Поэтому, я думаю, что вариантов здесь может быть довольно много. И так вот на скидку сказать, что именно мотивирует вас, ну, относиться так, да, что именно мотивирует вас воспринимать человека так. Ну, мне кажется, однозначно сказать это нельзя. Вот. Мне так кажется, по крайней мере. Вот. Потому что необходимо понять, какое значение для вас всё-таки имеет человек. необходимо всё-таки понять, почему у вас отношения тогда закончились, теперь они завершились, да. Вот. То есть, если вы отношения завершили, то, наверное, были какие-то основания для этого. Если вы сейчас отношения начали, то опять же, наверное, какие-то основания для этого есть. Вот. Вот хотелось бы, наверное, всё это как-то вот более подробно изучить. Ну, вот. Я думаю, что вы долго были, ну, долго были без него, и сейчас, когда вы остаётесь без него, то... я думаю, что адаптивность у вас просто имеет место быть, присутствует адаптивность, присутствует высокая степень адаптивности. Вот. То есть, вы ещё не прикипели к нему настолько, вот, а, значит, чтобы вас сломало без него на постоянной основе. Но, конечно, если вы будете проводить с ним времени больше, если вы будете общаться с ним больше, то чем сильнее вы будете привыкать к нему, тем я так думаю, что больше времени вам будет нужно, больше времени вам будет необходимо, значит, для того, чтобы перестать человеке нуждаться. Вот. Так, я, по крайней мере, думаю, ну, я, по крайней мере, думаю, таким образом, я, по крайней мере, думаю, так. Вот. Прав я или нет, может показать, в принципе, только время. Вот. Прав я или нет, может показать, а-а-а, только дальнейший анализ. Ну, то есть, если мы разберём ваши отношения с человеком, вот, и поймём, что, какие он значит для вас. Вот. И, соответственно, соответственно, тогда, я думаю, что вы сами для себя найдёте ответ, который ищете. Вот. Ну, только дело здесь совсем не в том, почему происходит так или иначе. Дело здесь, э-э, немножечко в другом, я бы сказал. Сделать здесь в том, что вам нужно. Сделать здесь в том, в чём вы нуждаетесь. Вот в этом, в этом дело. То есть, мне кажется, что, вот та постановка вопроса, которую, которую вы задаёте, она не совсем конструктивна. Потому что игнорируются ваши чувства, игнорируются ваши желания, игнорируются ваши отношения. Вот. Остаётся, по сути, это дело только какое-то сухое знание. Вот. Суховатое знание остаётся о том, э-э, что происходит. Вот. Но нам знание не так важно, как важно, важны ваши эмоции. Вот. Вы же можете сказать, например, э-э, ломка, вот возникает ломка, да, по поводу чего возникает ломка? То есть, чего вам именно не хватает, э-э, когда вы, ну, испытываете её. Всё. Вот. 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 Нужно... ...предследовать. На мой взгляд, конечно, конечно. На мой взгляд, конечно. Вот так, я думаю, можно вам ответить. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.